Девочка-пай Сьогодні в програмі Запланована та незапланована вагітність Як привчити малюка слухати та чути батьків Дитяча маніпуляція Поради спеціалістів Якщо ви завагітніли, це вже велика радість Ми хотіли і готовили організм к цьому, насыщали його витаминами, правильно питалися, вели здоровий образ жизни, не пили, не курили, то есть готовились Ну а если оно случилось случайно, то тоже хорошо, принимаем Правильно, будем вынашивать Примем это все с радостью Конечно, сейчас мы живем в таком 21 веке Это век, скажем, стрессов и страстей Век такой, где все очень быстро происходит Женщины в основном они работают Организм изнашивается в какой-то степени Еда у нас чаще всего происходит на ходу, на бегу Не того качества, которое должно было бы быть в идеале Поэтому женщинам таким рекомендовано, конечно, любым рекомендовано, чтобы они немножечко притормозили У цьому випадку допоможуть препарати з вмістом йоду та фолієвої кислоти Способствует балансу гормональному в организме, насыщению И считается, что фолиевая кислота, она препятствует вот этим случайным мутациям И для развития костной системы, прежде всего плода, она крайне полезна Это группы витаминов або биологично активные добавки По большому счету, ну не совсем лекарства Йодафол или фолио, есть фалацин Их очень много такого плана препаратов, которые даются в качестве этого Любые поливитамины, которые для беременных и кормящих матерей, тоже подходят Немалую роль відиграє правильное, сбалансоване харчування Чтобы там и все микроэлементы попадали, и витамины попадали, белки для построения клеток Ну уменьшают, конечно, количество выпитого спиртного, количество выкуренных сигарет, если кто курит Вот, стараются образ жизни вести здоровый Для большей уверенности, что все будет хорошо, женщина должна сдавать ряд анализов Как мы уже все знаем, турчинфекции это таксоплазмоз, хламидиоз, краснуха, герпесвирусная инфекция, цитомегаловирусная инфекция Почему именно их? Потому что чаще всего они влияют на развитие беременности, могут давать развитие порогов развития плода или замерзшей беременности Тому незайвым будет узнать о возможную небезпеку Люди все нестерильные, в целом в каждом организме около 5 кг бактериальных веществ Грибов, бактерий, вирусов, общей сложности полезных или не полезных Но микробиологического материала 5 кг человек И привести это все в порядок, может быть плохо работает кишечник Обратите внимание на какие-то такие моменты, потому что от работа кишечника очень во многом зависит иммунный статус человека Я люблю говорить своим пациентам, объясняя от чего взялись болезни Что микроби есть везде, вирусы и грибы, но болеют не все Задумайтесь над цією фразою, адже ж и правда, хвореют не все И значит дело в чем? В нас, в иммунитете нашем, значит какие-то происходят поломки в организме И вот планируя беременность, мы должны устранить вот эти нюансы Ведь мы ухаживаем в принципе за каждым механизмом, который есть вокруг нас Если у кого-то есть машина, он ее обслуживает правильно Меняет масло, фильтры и все прочее Не говоря уже о каких-то косметических моментах Точно так же человек должен на свой организм посмотреть под другим углом Чтобы это все-таки залог удачи, залог успеха, залог здоровья ребенка, будущего Как вот сейчас потрудимся, как вот все заложим, как вот это все произведено на кону и будет Цикаво, что раньше все было совсем по-иншему Вы знаете, что люди православные у нас в основном живут на нашей территории И что соблюдались посты большие Все-таки 4 поста в год больших И в пост, что нельзя было планировать, скажем, нынешним языком беременность И пароли еще людей за то, что в пост детей делают Вот, поэтому там планирование выглядело немножко иначе То есть это все перепадало на более такое время, которое не было связано с теми периодами постов Дуже добре, если вы планируете вагитность и готовитесь за зделегидь Та великий процент женщин совсем не ждет такого счастья Таких беременностей очень-очень большое количество Пришла женщина, не думала, не гадала Даже и сейчас не думала, не гадала Она ложится на УЗИ, мы ее огорошиваем, что вы беременны Вот, некоторые говорят, не может быть Даже и такое бывает В практике все встретишь Вот, ну, конечно, для некоторых это нежеланный фактор А для некоторых, им надо время, чтобы привыкнуть, что будет ребенок Вот, а для некоторых это большая радость Ну что ж, значит, возьмем витамины опять же Значит, сдадим анализы Дай Бог, чтобы все было хорошо Как только малюк начинает ходить, его нужно привчать слушать батьков Например, она весело и голосно скачает у вас в комнате Вам нужно привезти ее в другую комнату Как это сделать, если он не выполняет ваши рекомендации? Бачите, как он плескает в голове, поплескайте разом и с ним А далее пропонуйте ему, а какие вы в козиришке Показывайте, он дивится на вас Мама это так яскраво, эмоционально сделала И повторю за вами А далее вы говорите Сашко, а как зайчик скаче? Вин подивился на вас, начинает скакать разом с вами И вы собі поскакали в другую комнату В вашему Сашкове рік чи півтора Но уже он привчается слушать ваши порады и выполнять ваши рекомендации Если вы это будете делать постойно, ему будет цікаво Вислушать вашу пропозицию и повторить ее за вами Когда дитина подросте, нужно, чтобы она почула вас То есть, реагировала на ваши прохания или пропозиции Если ваш маленький очень любит, например, яблука Вам нужно сделать так, чтобы в вашей хате яблука были только у вас И в слушную хвилину, когда вы видите, что вам нужно его поспакликать Вы говорите, о, какие смачненькие яблука Вони чекают розумных діточков Або слухняных діточков И звете вашего Сашка Сашко прибег Чудово Объединяли, поцеловали Погладили по голівці, дали ему яблочко И так каждого разу Если дитина почула, но не реагировала Не хваптесь Через декілька хвилин він підійшов і згадав О, здесь я чув слово яблоко Ви його цілуєте, але яблоко не даєте І кажете, що все, вже скончилось Але підказуєте, до мами потрібно приходити Якщо мама зве, то до мами потрібно приходити швидко Заохочувати дитину можна не лише їжею Це може бути і якась улюблена справа Або якесь заняття, яке дуже любить ваша дитина Наприклад, ви можете покликати маля на кухню, коли ви щось готуєте Видавати крем на торт, перемішати муку в ситечку, налити воду в кастрюлю Кожного разу, коли він буде чути звертання до мами І його буде чекати щось дуже цікаве Обов'язково час прибігання до вас буде скорочуватися І якщо ви це будете робити постійно З ласкою, з похвалою, який він молодшинний І як він швидко це зробив Фіксуватися його увага буде на тому Як швидко йому потрібно прибігати до мами І, звісно, після цього буде приємна і смачна або дуже весела винагорода Звичайно, і після цього всього ніхто не зможе пообіцяти, що дитина завжди слухатиметься Мабуть, всі наші діти нас слухаються не завжди Інколи це буває випадково, інколи навмисно Інколи це нас дуже обурює, інколи ми на це махнемо рукою Але якщо ми будемо підходити до цього з розумом і спокійно А пам'ятати про те, що ми їх дуже любимо і вони люблять нас У вас все вийде Дитяча маніпуляція – це спосіб впливу на поведінку та вчинки батьків Звичайно дитина маніпулює, якщо вже маніпулює дітями, то це він робить неосознанно Ми, взрослі, должны чітко понимати, що такому поведенню він научився у нас У нас, у взрослых, то ли у родителей, то ли у старших братьев или сестер Тобто дітки не рождаються, скажімо так, з таким поведенням Дітки це приобретають Тому, в першу чергу, коли вам захочеться критикувати свого дитину Посмотрите, пожалуйста, на себе І проаналізуйте, як ви себе ведете для достиження своїх цілів Яскравий приклад – побутова ситуація, коли дитина не хоче щось робити Спросите себе, як ви заставляєте дитина, щоб він вам починился Ви його либо підкупляєте якими-то конфетами, сладостями Или походом в кіно, ну, я не знаю, да Вот, тем самым манипулирує ребёнком Либо ви з ним говорите о том, що це потрібно зробити Делайте це з ним вместе І об'ясняєте, що якщо ми зараз всі з тобою дела зробимо Ми з тобою пойдемо в кіно вместе То здесь дуже важливий момент поведення взрослого Щоб дитина не зловживала вмінням маніпулювати Перш за все, навчіться цьому самі Хоча я хочу сказати нам, взрослым, це тяжело Чому? Тому що кожен родитель, він веде себя так зі своїм ребёнком І виспитує так зі своєго ребёнка, як виспитували його Така відзеркалююча поведінка проявляється на підсвідомому рівні Якщо часто дозволяти собою маніпулювати, то в майбутньому проявляться негативні наслідки Цей негативний момент у ребёнка перерастає і відстанавливає ситуацію характеру Перерастає, скажімо так, в осознаний момент, поведенческий момент Таким образом ребёнок, взрослый ребёнок или взрослый человек Уже научился так себя вести По суті, маніпуляція – це хитрість Вміння правильно хитрувати може не аби як допомогти Але головне – не перегибати палку та не зловживати Якщо ви хочете поміняти ребёнок или какую-то черту характеру у ребёнка Нужно поміняти своє відношення к ребёнку прежде всего І мінятися самим Дякую!